Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин и это новости сериалов. И сегодня в выпуске. Какой персонаж Криптона получит собственный сериал? Что Мэри Поппинс забыла в Тёмной Башне? И кто же промочит штанишки в Титанах? А я напомню, что я сделал вам небольшое такое предложение, благодаря которому вы можете появиться у меня на канале. Как это сделать, подробнее по ссылочке сверху. А мы начинаем. Что ж, прошлый выпуск мы начали с мебели. Этот начнем с одежды. Компания Nike выпустила новую коллекцию одежды к выходу третьего сезона сериала «Очень странные дела». А мы уделим время сериалу Криптон, в котором засветился настоящий мужик. Респект, которому я выражал в одном из прошлых выпусков. Да засветился он настолько ярко, что получил свой спин-офф. Ну что, время покажет, что из этого получится. А мы от DC переключаемся на DC, но уже на Титанов. Каст которых пополнился. Во-первых, личная помощница Лекса Лютера. Мерси Грейвс, роль которой исполнит Натали Гумеде. Во-вторых, Дрюван Экер исполнит роль Аквалада. Также и каст Старгелл не отстает в пополнении. По слухам, Стелла Смит может исполнить роль молодой Артемиды. А Хантер Сансон исполнит роль сосульки-младшего. Хмм, раньше я не ждал сериал Старгелл, но теперь вырисовывается какая-то интересная картина. Посмотрим. Едем дальше и снова... DC. DC прям радует новостями. Почти. Но об этом позже. А вот сериал Пенниворд порадовал нас новым постером. А завершим мы новости DC серпом по сердцу. Только в прошлом выпуске я предполагал, что болотная тварь могла бы вылиться в отличный сериал про Темную Лигу Справедливости. Как на тебе стало известно, что сериал должен был получить 3 сезона и закончиться переходом в спин-офф. Угадайте какой? Правильно. Темная Лига Справедливости. Боссы DC, что с вами не так? И если кто не в курсе, это команда из магов, волшебников и просто темных сущностей DC. В основном стоящих на стороне добра. И знаете что? Если есть команда интересней Лиги Справедливости в DC, то это Темная Лига Справедливости в DC. Аааа, как же, блять, обидно. Знаете, я вот из принципа сейчас обзор на этот сериал буду писать, чтобы поддержать Джеймса Ванна и всю команду. А я надеюсь, что вы поддержите этот обзор, когда он выйдет лайками и подписками. От Темной Лиги Справедливости к Темной Башне. Мэри Юнду Поппинс, он же Майкл Рукер, присоединился к касту сериала. Если же кто не в курсе, Темная Башня снята по самому эпохальному циклу романов Стивена Кинга, который я, конечно же, не читал. А также нас в будущем будет ждать хоррор-сериал Спилберг After Dark, разработкой которого, как думаю, уже понятно, займется маэстро Стивен Спилберг. Но примечательно то, что за рубежом просмотр данного сериала будет доступен только в ночное время. И я так предполагаю, что это должен быть реально суперский сериал, чтобы люди ждали его по ночам, так как идея с ночным показом довольно рискованна. Ночью все спят, а следовательно и спрос на сериал будет меньше. Но если это будет реально годный сериал, то люди будут ждать его, а следовательно и рейтинги будут у него нормальные. Но вот кто реально поднимет рейтинги, так это Джуд Лоу, который сыграет главную роль в сериале «Третий день» от HBO. Шестисерийной драмы расскажет о парне Сэмми, попавшем на таинственный мистический остров около британского побережья. Хмм, человек, попавший на таинственный остров. Чуете? Лостом попахивает. Хотя все-таки Джуд Лоу, HBO. Не, я не думаю, что будет копипаста. Но, как я люблю говорить, поживем-увидим. А пока Warner Brothers заказали для своего стрим-сервиса сериал «Дюна. Орден сестер», пилотный эпизод которого срежиссирует Дэнни Вильнёв. Сам сериал будет снят по одноимённому произведению Брайана Герберта и Кевина Джея, увидевшего свет 3 января 2012 года. Ну и напоследок, Netflix продлили два своих проекта на вторые сезоны. Первый – это «Любовь, смерть и роботы». Честно, я ещё не добрался до этого сериала. Но, как только, так сразу. Второй сериал – «Жизни матрёшки» с Наташей Леони. И вот этому я очень рад. Обзор на первый сезон, кстати, я делал. Вообще, я не думал, но надеялся, что будет второй сезон. А теперь с нетерпением его жду. Дорогие друзья, с вами был Кин. Всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы найдёте ссылку на мой инстаграм и группу ВК, где при большом желании вы можете поддержать развитие канала рублём. Ну и я, как всегда, пожелаю вам только интересных сюжетов и хороших вам новостей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok